Всем привет! С вами снова Наталья Новикова. Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я хочу показать вам, как выглядят сходы моей низкорослой эустомы. Посев этой эустомы остался за кадром. Я предупреждала, что я его снимать не буду, поскольку он абсолютно идентичен посеву эустомы высокорослой, а данный ролик у меня на канале есть. Сориентирую вас еще раз по срокам, что низкорослую эустому я сеяла 17 января. Я полностью, кроме одного всхода, она у меня появилась 27 января. Это были профсемена и один пакетик фасовала фирма Аэлита. Ну и на сегодняшний день, 10 февраля, моей эустомы от момента всходов ровно 2 недели. Каждый день поступает масса вопросов по эустоме, как к моим роликам, так и через соцсети. Вконтакте, в Одноклассниках вы присылаете мне фотографии своих растюшек. Просите, чтобы я трезво оценила, как им помочь, почему они плохо развиваются. Мне даже пришлось возобновить работу своего Инстаграма, потому что не все мои зрители есть либо в Одноклассниках, либо Вконтакте. Им удобно общаться со мной и в Инстаграме, через Директ. Поэтому, пожалуйста, ребята, я открыта для общения. Я везде открыла свои странички, пожалуйста, присылайте свои фотографии, спрашивайте, я обязательно отвечу. Но сегодня мне бы хотелось все-таки озвучить ответы на самые распространенные вопросы. Большое количество людей вместе со мной в этом году съели у эустомы в торфяные таблетки. Я говорила, что да, торфяные таблетки намного быстрее пересыхают, нежели если бы вы произвели посев в грунт и насыпали бы этот грунт в контейнер. Поэтому тут надо быть очень аккуратными. И мне приходится иногда таблетки увлажнять через день. Но вы очень озадачены тем, что можете пропустить это время. И может быть лучше, тогда вы мне задаете такой вопрос, оставить в этой тепличке до момента пикировки. И так вам будет спокойнее. Ребята, я вам говорила, что чем дольше мы держим наши растения в тепличных условиях, тем более изнеженными они становятся. Значит, смотрите, какая ситуация. Иногда бывает, что верхний слой не светлеет, когда таблетка высыхает. Он может остаться темным. То есть, вот как мы его, грубо говоря, увлажнили, через какое-то время он высох, но не посветлел. И вот тогда нужно взять зубочистку и аккуратненько вот эту вот темную корочку прорыхлить. Тем самым, точно так же увеличить доступ кислорода, ну и немножечко прорыхлить вот этот вот верхний слой. Это пойдет на благо. Далее, конечно, я вам говорила, что нужно использовать фунгициды. Если глиокладин мы закладываем в грунт, то препарат гомаир и аллерин-Б идет для приготовления раствора. Точно так же мы можем увлажнять наши таблеточки, ну либо использовать любой другой фунгицид, который есть у вас в наличии. И тогда мы избежим вот этого вот налета белого, зеленого, какого хотите. Еще раз освежаю в вашей памяти, что все подкормки я произвожу, пока моим сеянцам не исполнится 3 недели. Несмотря на то, что у них уже есть настоящая пара листочков. Все, что пока находится в торфяной таблетке, им этого питания вполне достаточно. Исполнится им 3 недели, я произведу первую подкормку кальциевой селитрой. По такому же принципу и подобию, как я поступала с высокорослой эустомой. А на сегодняшний день у меня просто идет чередование либо фунгицидов, либо хлореллы. Все это, что касается ухода за моими сеянцами на данном этапе. Также хочу вам показать, что есть еще те сеянцы, которые я не успела распикировать. Это высокорослая эустома. Сюда же я присоседила свою клубневую бегонию. Вот три всхода, пожалуйста, они тут рядышком, чтобы им было не одиноко и не скучно. Ну и видите уже, что тоже подрастают сеянцы. То есть буквально в самое ближайшее время я также их распикирую. Ну а сейчас вам покажу, как выглядит моя эустомка, которую вместе с вами мы рассаживали в стаканчики. Сегодня я произвела полив обычной теплой водой, потому что уже вижу, что стаканчики стали совсем легкие. Ну и вот, в принципе, на таком этапе она у меня будет еще какое-то время стоять. И далее я приступлю ко второй подкормке кальциевой селитрой. Вот, ребят, ничего сложного, как вы видите, ни в уходе, ни в подкормках, без фанатизма потихонечку мы движемся к нашей заветной цели. Спасибо, что сегодня были со мной. Увидимся, услышимся и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok